Небесная Мать В прошлом, когда дети, играя, подвергались опасности, они часто прятались за юбку своей матери. В прежние времена многие женщины носили ханбок, нижняя часть которого была юбкой. Когда цыплятам во время игры грозит опасность, они прячутся под крылья курицы. Кроме того, детеныши кенгуру сразу попадают в сумку на животе матери. Детеныши каалы также прилипают к спине своей матери, словно приклеенные. Почему? Братья и сестры, задумывались ли вы когда-нибудь об этом? У всех есть отцы, но почему они всегда ищут мать? Мать немного слабее отца, не так ли? Тем не менее, когда мы смотрим на различных животных или природу, созданную Богом, почему все они цепляются к спине своей матери, словно приклеенные? Библия говорит нам, что Божья воля отражается во всей природе. Когда дети чувствуют опасность во время игры, они обязательно зовут свою мать. Когда дети кричат «Мама», мать приходит как супер-женщина, где бы она ни находилась, на звуках голоса, и устраняет все опасности своих детей. Обычно это относится к маленьким детям. Когда приходит опасность и кризис, они ищут свою мать, хотят быть рядом с ней и прячутся за ее юбкой. Когда цыплята играют и к ним приближаются опасные животные, они всегда бегут к своей матери и прячутся под ее крылья. Даже если на них набрасывается более крупное животное, такое как собака, мать становится свирепой, думая, «Если ты хоть пальцем тронешь моего ребенка, я не позволю тебе уйти». Мы должны понять духовный аспект через тот факт, что ни одно животное не осмеливается приблизиться к птенцам из-за сильной позиции их матери. Почему мать — это самое безопасное убежище? Сегодня давайте посмотрим, что Библия говорит нам по этому поводу. Библия говорит, что эта эпоха является эпохой кризиса. Кроме того, глядя на различные ситуации, происходящие вокруг нас, мы можем видеть, что между странами постоянно вспыхивают войны, климатические бедствия происходят все чаще, а экологические условия на Земле, где мы живем, становятся все менее и менее безопасными. Куда Бог говорит нам бежать в такие времена? Он говорит, «Бегите в Сион». Тогда почему Он хочет, чтобы мы бежали в Сион? Кто в Сионе? Одна из причин, по которой Сион может быть самым безопасным местом, заключается в том, что там находится мать. Давайте сегодня разберемся в этом вопросе, обратившись к книге Даниила, 2 глава, 1 стих. В 1 стихе 2 главы книги Даниила написано, «Бегите в Сион». Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. У царя Навуходоносора был очень важный сон, но он забыл его. Он отчаянно хотел узнать, что это был за сон. В то время вокруг него были советники, такие как обаятели, тайноведцы и гадатели, с которыми он мог консультироваться, когда возникали проблемы в стране. Он подумал, «Если я спрошу их, они смогут ответить мне». Поэтому он спросил их. Но в 11 стихе они сказали так, «Дело, которого царь требует, так трудно». Здесь сказано «трудно». Они говорили, что это не в их силах, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью. Они сказали, «Откуда мы можем знать, какой сон приснился царю?» Это такая трудная задача, что никто, кроме богов, не может рассказать или показать такое царю. Таким образом, они категорически отказались от просьбы царя. Продолжим чтение 12 стиха. «Рассверепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов павилонских». Царь сказал, «Вы даже не можете раскрыть сон, который мне приснился прошлой ночью. Разве вы не предсказывали мне судьбу, хорошую или плохую, говоря, что знаете будущее? Тогда как вы не можете узнать даже одного сна?» Поэтому царь очень разгневался. Был отдан приказ убить их всех. Стих 13. «Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их». Даниил и его друзья служили Богу, поэтому царь приказал казнить их тоже. Тогда Даниил сказал Ариоху, царскому слуге, «Дайте мне несколько дней, я могу рассказать ему этот сон». Так помолившись, Даниил узнал от Бога, какой сон приснился царю. Перейдем к 27 стиху 2 главы. В 27 стихе 2 главы книги Даниила говорится, «Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели, но есть на небесах». Есть кто? Бог, открывающий тайны. Он объяснил, что только Бог может открыть это. Тогда мы можем спросить, где самое безопасное убежище в эту эпоху? Чтобы найти безопасное убежище, люди мира мобилизуют все свое накопленное богатство, все свои связи и всю свою власть, надеясь, что они сбегут в самое безопасное убежище, когда возникнет опасная ситуация. Некоторые люди могут отправиться под землю, некоторые могут отправиться на другие планеты, на космических кораблях, а некоторые — скрыться под водой. Они проводят всевозможные исследования и эксперименты. Но что Бог говорит? Бог говорит, что где бы они ни были, они не могут избежать суда, и каждый будет судим. Однако Даниил говорит, «Никто не может раскрыть тайну, но есть Бог на небесах, и только Он может раскрыть тайну». Он сказал, «Бог обязательно даст мне знать об этом, поэтому дайте мне несколько дней». А позже он объяснил царю сон об истукании из книги Даниила, «Вторая глава». Когда царь услышал все содержание своего сна, он вспомнил, «О, я видел этот сон». Как насчет толкования? Толкование тоже было точным. «Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею. Четвертое царство будет крепко, как железо. Оно будет разделено на десять царств, как десять пальцев на ногах. Таким образом, он точно сказал царю, что произойдет». Царь Навуходоносор был самым могущественным человеком своего времени. Он поклонился Даниилу, который был всего лишь пленником. Более того, он сказал, что даст Даниилу все, что тот пожелает. В Библии мы видим, что царь дал ему в награду всевозможные сокровища. Кто, по словам Даниила, был единственным, кто мог истолковать всю эту тайну? Он сказал, что только Бог. Сам ли Даниил разгадал сон Навуходоносора? Он научился этому от Бога и объяснил сон мудростью, которую дал ему Бог. Не так ли? Тогда, где сегодня для нас самое безопасное и последнее убежище? Только Бог может рассказать нам об этом месте. Мир не знает этого. Они читают одну и ту же Библию, но не понимают и не осознают ответа. Однако кто, в конечном счете, учит нас всему этому? Разве мы не узнали содержание, потому что Бог дал нам знать? Просмотрим 10 стих 13 главы книги от Матфея «И, приступив, ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Стих 11. Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, кому дано знать тайны Царствия Небесного? Вам дано знать». Подобно тому, как Бог сделал это для Даниила, Он показывает нам все. Он рассказал Даниилу о сне царя Навуходоносора и даже о его толковании. «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им, как насчет других, не дано». Какое убежище самое безопасное? Многие люди пытаются найти ответ на этот вопрос, но только кто может дать нам ответ на этот вопрос? Только Бог может дать нам ответ. Подобно тому, как Бог дал знать Даниилу сон и его толкование и разрешил любопытство Навуходоносора, даже в эту эпоху Бог позволяет только своим детям знать, где находится самое безопасное убежище. Он сказал, «Я открыл это вам, но не другим». «Вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». Стих 12. «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножиться, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, что происходит, не видят, и слыша не слышат, и не разумеют». «Написано, что у них есть глаза, но они не видят, у них есть уши, но они не слышат, у них есть сердце, но они не разумеют». «Разве не только Бог дает нам знать и понимать всю эту тайну?» Даниил знал сон и его толкование не потому, что он был мудрым и умным, и не потому, что он был ученым и благородным человеком. Перед тем, как раскрыть сон, Даниил вместе со своими друзьями искренне молился Богу. «Мы не знаем этого. Отец, прошу, дай нам знать все это. Это то, что мы не можем знать нашей человеческой силой». Таким образом, Даниил, Сидрах, Месах и Авденага, собравшись вместе, искренне и горячо молились. В конце концов, Бог дал им знать сон Навуходоносора и его толкование, чтобы была совершена великая история, чтобы возвеличить славу Бога в этой земле Вавилона, языческого народа, который поклонялся идолам. Даже человек с докторской степенью богословия или пастор, практикующий очень много лет, не понимает Библию автоматически. Не так ли? Кто должен сказать нам об этом? Вот почему в книге от Иоанна, 6 глава, 45 стих, Иисус говорит, «Никто не может прийти ко Мне, если не будет научен Богом. Поскольку путь ко Мне состоит из всех тайн небес, никто не может встретиться со Мной, если Бог не научит его. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне». Глядя на эти слова, мы должны спросить себя, где в эту эпоху самое безопасное убежище? Где находится место, подобное Ноеву ковчегу? Если бы мы говорили о месте, мы бы сказали «Сион», но само это место не может гарантировать нашу безопасность. Кто в Сионе защищает наши души и ведет их? Разве это не Бог-отец и Бог-мать? Поэтому Бог сказал, «Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо Я приведу от севера бедствия и великую гибель». Когда наступит такое кризисное время, «Кого нам следует искать в Сионе?» Мы должны искать Небесную Мать. Разве она не та недостающая часть, которую скрыл Бог? Через это давайте сегодня еще немного рассмотрим слова истины. Небесная Мать – самое безопасное убежище. Откроем книгу Захария, 14 глава. Бог говорит нам, какие бедствия поразят землю в ближайшем будущем. Глава 14, стих 12. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в еминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого и поднимется рука его на руку ближнего его. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежды в великом множестве. Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них. Написано, «Это язва, которая поразит всю землю. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в еминах своих, и язык его иссохнет во рту у него». Он упомянул об язве, которая поразит не только людей, но и животных. Откроем книгу Сафония, первая глава. Посмотрим второй стих первой главы книги Сафонии. «Все истреблю с лица земли», говорит Господь. «Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли», говорит Господь. Перейдем к 14 стиху. Сафония, первая глава, 14 стих. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня, горького запьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, то есть весь мир, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли. Здесь написано о последнем Божьем суде. Откроем книгу Малахия, 4 глава. В первом стихе 4 главы говорится, «Ибо вот придет день, пылающий как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваум, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Здесь говорится, «Ибо вот придет день, пылающий как печь». В первой главе книги Сафония говорится, «Истреблю и людей, и животных». В 14 главе книги Захария говорится, «И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы. Глаза у каждого и стоят в еминах своих, и язык его иссохнет во рту у него». Если мы исследуем все эти пророчества о последнем суде огнем, о язве, от которой языки гниют во рту и глаза гниют в глазницах, и о том, что говорится в книге Сафония, первая глава, «Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских». То, когда наступит такое время, не должны ли мы искать самое безопасное место? Точно так же, как Ковчег был безопасным убежищем спасения во времена Ноя, не является ли Сион тем местом, которое нам следует искать в эту эпоху? А тогда почему Сион является безопасным местом? Кто там обитает? Не говорится ли в 131-м псалме, что Бог избрал Сион и желает его для своего жилища? Другими словами, это Божий дом. Это безопасно, потому что там обитает кто? Не пребывают ли там Бог-отец и Бог-мать? Что отец и мать говорят своим детям? Когда мы чувствуем такой кризис, скорбь или бедствие, куда они говорят нам бежать, не останавливаясь? Откроем книгу Иеремия, 4-я глава. В 5-м стихе 4-й главы говорится «Объявите в Иудея и разгласите в Иерусалиме и говорите и трубите трубою по земле. Взывайте громко и говорите, соберитесь и пойдем в укрепленные города». «Где находятся укрепленные города, куда мы должны идти? Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу от севера бедствие и великую гибель». Выходит лев из своей чащи и выступает истребитель народов. Сказано, что истребитель народов, то есть тот, кто губит мир, выступает. Когда возникает такая ситуация, куда Бог велит нам идти немедленно, без промедления? Он велит нам без промедления бежать в Сион. Тогда, если мы знаем безопасное место, должны ли мы идти туда только сами? Было бы лучше рассказать об этом своим родителям, детям и друзьям, чтобы привести их всех на путь ко спасению, не так ли? Это место – Сион, а Сион – место, где обитает Бог. Как Божьи дети, мы все должны идти в Сион, ясно поняв, почему туда нужно идти. Разве сейчас не тот момент пророчества, когда мы должны пробудиться? Просмотрим 42 стих 24 главы книги от Матфея. В 42 стихе говорится «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий». Иисус постоянно подчеркивал «Бодрствуйте, не засыпайте» в главах 24 и 25. Если мы не бодрствуем, мы будем смятены этим миром и в конечном итоге будем думать, разве не было бы нормально делать это? В мире многие так делают. По мирским меркам это может быть и нормально, но есть стандарты, которые не подходят для тех, кто отправляется на небеса. следовательно, где мы должны устанавливать свои стандарты, собравшись с Духом? Мы должны установить их в соответствии с Царством Божьим. Мы не должны жить по мирским стандартам, а должны стремиться соответствовать стандартам тех, кто живет в Царстве Божьем в небесном мире. Глава 24, стих 45. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, «Нескоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих и есть, и пить с пьяницами». Это значит, что он не выполнит порученную ему работу. Мы, дети Нового Завета, должны усердно трудиться ради Нового Завета. Мы должны усердно проповедовать. Однако, если мы не выполняем порученную нам работу, а совершаем какую-то другую, не относящуюся к делу, работу, то посмотрим, что случится. Стих 50. То придет Господин Раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Поскольку такое может случиться, что же говорят нам делать Небесный Отец и Небесная Мать? Они говорят, бодрствуйте, будьте начеку. Мы должны знать, в какую эпоху мы живем. Когда возникает такой кризис или опасная ситуация, мы должны идти в самое безопасное место, в объятия Небесной Матери Иерусалим. Если вы посмотрите на Каал, то увидите, что они цепляются за спину своей матери, словно приклеенные, и никогда не отпадают. Если вы посмотрите на Кенгуру, они всегда прячутся в сумке своей матери. Нет другого места, где они могут быть спокойны. Когда мы были маленькими, наши матери вывешивали белье на улице, а мы прятались за ее юбкой. Тогда мы не боялись, даже если появится тигр, не говоря уже о свирепой собаке. У всех нас есть такие детские воспоминания. Не потому ли Небесная Мать вместе с нами? Поэтому давайте скорее сообщим многим людям вокруг нас о бытии Матери Иерусалим. Поступая так, мы с вами можем стать теми, кто откроет для других множество путей быстрого возвращения в Сион. Я надеюсь, что через Небесную Мать все члены Небесной Семьи наполнятся новой силой, новым мужеством и обильной духовной энергией, чтобы ни в чем не нуждались в проповедовании Евангелия. Мы счастливые люди, потому что у нас есть Небесная Мать. Мир без Матери это мир без жизни, не так ли? Если нет Матери, будь то мир животных, мир растений или мир рыб, то этот мир остается миром без жизни. Чья это воля? Такова воля Бога, Который сотворил все творения. Глядя на это, мы поистине блаженны. Мы счастливы, потому что у нас есть Небесная Мать. В каком бы кризисе или в каких бы трудных ситуациях мы не находились, мы всегда должны много молиться Небесному Отцу и Небесной Матери. Я надеюсь, что вы все станете членами Небесной Семьи, которые никогда не забывают путь их любви до конца. Я завершаю сегодняшнюю проповедь. Спасибо. Спасибо.